Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Сегодняшняя программа выходит из города Твери в Израиле. Сегодня 29 градусов, и я хочу поделиться с вами очень важным посланием. Всю свою жизнь я слышал, как разные проповедники учили о Божьем благоволении. Моей любимой песней была песня, которую я услышал в храме Христа Ханнингтоне, Западная Вирджиния. «Бог благоволит ко мне». Обожаю эту песню. Но я нашел ключ к Божьему благоволению в Писании, о котором я ни от кого раньше не слышал. Да, за все 44 года в служении я слышал множество проповедей, но не думаю, что кто-либо другой обнаружил это. Я хочу рассказать вам об этом сегодня. Если вы хотите иметь благоволение Бога, а с греческого «благоволение» — это особая благодать, которая помогает вам во всех аспектах жизни. Но ключ к благоволению — хотите, верьте, а хотите — нет. Это ваше отношение к другим людям. Те, кто не почитают лидеров и истинных мужей и жен Божьих, те, кто плохо говорят о пасторах и церквях, те, кто постоянно жалуются, не почитают тех, кого следует почитать. Библия говорит, что те, кто служат словом, достойны двойного почтения. А еще Библия говорит почитать тех, кто достоин почтения. И за 44 года служения, общения с десятками тысяч людей, я заметил, что благоволение имеют те, кто постоянно почитают других людей. А те, кто постоянно жалуются и плохо отзываются о других лидерах, всегда имеют нужду. Некоторые люди выражают непочтение даже политикам. А Павел писал, что мы должны молиться даже за тех политиков, с которыми мы не согласны. А Иисус сказал, благословляйте проклинающих вас, молитесь за врагов. Но люди продолжают делать противоположное, а потом удивляются, почему они не имеют Божьего благоволения. Для начала рассмотрим значение слова «благоволение» на иврите и на греческом. Ветхом зовите это еврейское слово «кабот». «Кабот» означает «слава и великолепие». Это слово связано со славой Божьей. Но на самом деле оно означает «тяжелый», «увесистый» или «весомый». Когда приходит слава Божия, она весомая, и она оседает на вас. А вот почему священники не могли стоять в храме, когда сошла слава Божия. Еще это слово означает «нести груз» или «нести влияние». Итак, если человек имеет честь, это означает, что он имеет вес или влияние. Моисей был весьма уважаемым человеком, а также Иисус Новин, Даниил и многие пророки. Некоторых из них не почитали люди, но их почитал Бог. Греческое слово «честь» встречается в Новом Завете 55 раз. Это слово «тиме», которое означает «ценить, дорожиться», то есть «ценить что-то очень высоко». Итак, мы говорим о почитании. Мы почитаем что-то или кого-то, потому что мы это ценим или признаем его ценность. В Ветхом Завете слово «кабот» встречается 95 раз. И как я уже говорил, оно означает «весомый», «уважаемый», то есть человек почитаем не только за свое положение, но и за Божие благоволение на них. Итак, чтобы иметь Божие благоволение, вам следует научиться почитать других людей и воздавать почести тем, кто этого достоин. В Исходе сказано «почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». А в послании к Ефесианам, 6 главе, 2 стихе, Павел цитирует эту заповедь и говорит, что это первая заповедь с обещанием. Иными словами, если вы уважаете своих родителей, если вы почитаете их и прислушиваетесь к ним, особенно если они верующие, то Библия гарантирует вам долгую жизнь. Мой отец скончался, когда ему было 78 лет. Он был почитаемым человеком. Он молился за больных, и многие из них были исцелены. Он действовал во всех девяти дарах Духа. Люди, знавшие Его, уважали Его. Такие почитаемые люди заслуживают нашего с вами уважения. Некоторые люди занимаются самопочитанием. Они хотят, чтобы вы считали их особенными. Будьте осторожны с такими людьми, потому что это гордость и высокомерие. Люди высокой чести обычно очень скромные. Давид был человеком высокой чести, и когда он был подростком, он смог убить великана, с которым не справилась вся израильская армия. После этого женщины начали петь о том, что Саул убил тысячи, а Давид – десятки тысяч. В юности он был высоко почитаем Богом, и всю его жизнь он имел эту честь. А когда он согрешил, он этого не скрывал. Он знал, когда нужно смириться. Он понимал, что смог убить великана, льва и медведя, и стать царем Израиля, потому что Бог благоволил к нему за его верность Слову Божьему, Богу и народу Израиля. Давайте изучим это немного глубже. Я хочу, чтобы вы поняли, что иногда некоторые служители делают то, что бесчестит имя Христа, тело Христа, или их поместную церковь. Иногда у проповедника нет денег, чтобы оплатить свои счета, а вместо этого он перестает оплачивать счета церкви. Иногда возникают проблемы с моралью. Иногда он плохо относится к пастве, то есть служители допускают ошибки. Но если пастор любит свою паству и заботится о ней, учит Слову и уделяет время молитве, то он заслуживает чести. Я вырос в семье пастора, поэтому я знаю, что пастору важно посвятить служению все свое время и при этом заботиться о своей семье. То есть, чтобы его доходов хватало на то, дабы заботиться о детях и их нуждах, и при этом, чтобы он на полное время ушел в служение. У меня есть служение «Голос евангелиста», и я получаю зарплату. Если я проповедую 30 раз в месяц или 10 раз в месяц, я получаю одинаковую зарплату. Я не получаю проценты за книги, которые издает и продает мое служение. Все деньги возвращаются именно в служение. Я могу каждый день по 10-12 часов изучать Слово и готовить для вас проповеди для нашего пророческого саммита и Вориорфеста. Но если бы мне пришлось отработать 8 часов, а потом прийти домой, то у меня не было бы ни сил, ни времени, чтобы готовить для вас проповеди. Но я не прошу никого оказывать мне за это особые почести. Но Бог всегда почитает того, кто ставит его на первое место. Иисус Новин говорил, «Я размышляю над Словом Божьим день и ночь, и я имею успех, как и обещал мне Бог». Давид был таким же. Он поднимался рано утром и начинал искать Бога. И Писание говорит, что Бог почитал этих людей, и поэтому они имели его благоволение. Они делали то, что дало Богу возможность дать им успех и почитание. Я хочу вернуться к тому, о чем говорил ранее, доход служителей. Люди в церкви иногда жалуются из-за того, что пастор или служитель получает доход от церкви. Но много лет назад я услышал, как один проповедник на Гавайях сказал, «Его уже нет с нами». Он был на осмотре у врача, и они заговорили о том, что многих людей возмущает, когда служитель получает от церкви зарплату или доход. Тогда доктор сказал ему, «Пастор, во сколько вы бы оценили кардиохирурга, который мог бы сделать вам операцию на сердце и подарить еще 25 лет жизни?» Не знаю, ну, допустим, 250 тысяч долларов. Возможно, это еще старые расценки. А если бы у вас была опухоль в мозге, а доктор мог бы ее удалить и подарить вам 20 лет жизни, то во сколько бы вы его оценили? Не знаю, но примерно в 300 тысяч в год. Столько получает средний нейрохирург. А если бы онколог мог избавить вас от рака и подарить вам еще 25 лет жизни, то во сколько бы вы его оценили? Не знаю. Возможно, 250 тысяч в год. Затем доктор сказал, «А чего стоит человек, который может спасти людей от ада на всю вечность?» У пастора отвисла челюсть. Доктор продолжил, «Невозможно оценить человека, который учит Слово и спасает людей от ада. Такой человек бесценен». И вот почему Библия говорит, что такие люди достойны двойного почитания. Подумайте об этом. Очень часто в теле Христа я вижу, как люди не почитают пасторов. «Мой отец был пастором». И когда члены его церкви начали выражать ему непочтение своими сплетнями и критикой, если вы так же поступаете по отношению к своему пастору, то вот что с вами будет. Ветхом Завете, Карах взбунтовался против Моисея и поднял на бунт еще 250 человек. «Пришел Бог, разверзлась земля и всех их поглотила живьем». Это был суд Божий. Мириам насмехалась над женой Моисея и у нее появилась проказа. В четвертой книге царств мы читаем о том, как группа детей насмехалась над пророком Елисеем, который совсем недавно получил двойное помазание. Вдруг из лесу вышли медведицы и начали пожирать этих детей, потому что они не почитали истинного пророка Божьего. А еще были Анания и Сапфира, которые солгали Петру о своем приношении. На них пришел суд Божий и они умерли на месте. Я не буду называть ничьи имена, потому что мой отец умер, а эти люди еще живы. Но два раза в жизни я видел, как люди прямо на собрании публично выражали неуважение моему отцу. Один из этих людей на следующее утро не мог говориться. Второй заболел, и ситуация была такой сложной, что он даже просил жену застрелить его. А все потому, что они открыто выразили непочтение Божьему помазаннику. Неважно, кто вы, если вы начнете выражать непочтение к истинным слугам Божьим, которые молятся и постятся, и ищут Бога, то ваши критические замечания лишат вас Божьего благоволения. А когда Божье благоволение покинет вас, то вы не будете успешны ни в чем. Откуда я это знаю? Я знаю это из слова, а также из собственного опыта. Я годами наблюдал за людьми, которые плохо относились к людям Божьим. Отец моего друга был пастором церкви в Каролине. Там к нему так плохо отнеслись, что у него был сердечный приступ прямо в церкви. Все те, кто оказали ему непочтение, страдали до конца своих дней, а некоторые умерли ужасной смертью. Я хочу показать вам место в Писании об этом же. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 30 стих. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают, потому что вы не рассуждаете над телом Христа. Попробую объяснить, почему Павел пишет об этом. Многие немощны, больны и умирают преждевременно, потому что не распознают тело Христа. Он говорит здесь о причастии, а также о том, что нужно понимать, как вести себя с телом Христа. Кто-то из моих людей рассказывал, как они слушали одного проповедника, который был очень суров по отношению к церкви. Он был молод, он постоянно говорил о том, как плоха церковь и какие плохие в ней люди. И он даже начал называть церковь блудницей. Церковь блудница, она совершает духовное прелюбодеяние. Вот так он говорил. Моя знакомая была встревожена такими словами, и Господь сказал ей, да, в некоторых случаях мои люди, как и Израиль, вошли в духовное прелюбодеяние, но при этом церковь остается моей невестой. Иными словами, Бог говорит, хотя они не всегда делают все, что я их прошу, я все равно люблю их. А что Бог делает с теми, кто так себя ведет? Библия говорит, что Он их дисциплинирует. Дисциплина это наказание от Бога, которое должно исправить вас. Ладно, давайте вернемся к нашей теме. Послание к Галатам, 5 глава, 15 стих. Павел писал церкви в Галатам. Почему вы пожираете друг друга? Там были евреи, которые верили в обрезание, и язычники, которые не были обрезаны. И они постоянно спорили по этому поводу. И Павел сравнил их споры с пожиранием друг друга. В Ветхом Завете, когда израилитяне хотели мясо аниманны, Бог послал им почти метр перепелов. Перепелов насыпало им до колен. За 30 дней они съели столько перепелов, что многие из них заболели и умерли. когда вы едите что-то не то, это может вас убить. А когда вы кусаете и пожираете других людей в духовном смысле, говорите о людях что-то плохое, то это может нанести вам телесный вред. Дело не в том, что едите вы, а в том, что ест вас. Именно это вредит вам телесно и духовно. И Павел пишет, у некоторых из вас телесные проблемы и все потому, что вы не рассуждаете о теле Христа и пожираете друг друга. А сейчас я хотел бы рассказать вам об опасности плохих отзывов о духовных лидерах. Послушайте меня внимательно. Я обращаюсь к старейшинам и членам Советов, причем очень многих церквей. Возможно, вы думаете, я просто высказываю им свое мнение. Будьте осторожны, чтобы не переборщиться. Послушайте правила почтения в Царстве. Правило номер один. Вы не можете ничего получить от помазания, которое вы не почитаете. Есть помазанные люди. Есть люди, которые могут молиться за больных. Но как только вы выразили непочтение этому помазанию в лице того человека, вы никогда не сможете ничего получить от того человека и от его помазания. Так говорит Библия. Назарет был родным городом Иисусом, но он не мог творить там великие чудеса из-за их неверия. Помазание, которое было на нем в других городах, было на нем и в Назарете, но они не могли его получить, потому что выразили неуважение. Правило номер два. Служитель, которого вы критикуете сейчас, мог бы стать тем, кто приведет всю вашу семью к Господу. Например, если вы отзываетесь плохо о своем пасторе, а он остается в этой церкви следующие 20 лет, если ваши дети слышат, как вы постоянно критикуете этого пастора, то они не будут любить этого пастора и не останутся в церкви. И не нужно виниться в этом дьяволу. Это лишь ваша вина. Тот человек, который мог бы принести вашим детям спасение, привести их к Богу, был непочитаем вами, и поэтому ваши дети не хотят его слушать. Правило номер три. То, что не уважаете дома, ваши дети будут не уважать открыто и на людях. Скажу это еще раз, чтобы вы ничего не упустили. То, что вы не уважаете дома, ваши дети будут не уважать открыто и на людях. Ко мне часто приходят люди, которые говорят, 20 лет назад вы нам нравились. Мы что-то услышали, и это даже не было правдой. Но мы 20 лет не смотрели вас, и говорили другим не смотреть и не слушать вас. Одна женщина сказала мне в слезах, «Я не знаю вас, а просто следовало тому, что сказал мне кто-то другой. Я упустила так много важных проповедей, а мои дети все живут без Бога, потому что я не уважала помазание». Друзья, это очень и очень важно. Библия говорит, что в последнее время многие будут предавать и ненавидеть друг друга, потому что беззаконие возрастет, а любовь многих охолодеет. Вам нужно избегать всего этого, потому что это очень важно. Когда вы не уважаете служителей Евангелия процветания, которые учат о даянии, то вы всегда будете испытывать недостаток. Когда вы не почитаете служение исцеления, вы никогда не будете исцелены и всегда будете болеть. Когда вы не почитаете проявления Духа, такие как крещение во Святой Дух, с говорением на иных языках, вы никогда не получите этот дар. Когда вы неуважительно относитесь к способности Бога творить чудеса, вы впадете в неверие. А человек без веры не может получить ничего от Бога. Елисей получил двойную порцию помазания от Ильи, потому что он почитал мужа Божьего. Почитайте своего начальника. Даже если он делает что-то не так, пусть с ним разберется его начальство. А вы просто делаете свою работу, и храните мир. В церкви люди могут спрашивать вас, что ты думаешь об этой проповеди. Отвечайте, это его мнение. Даже если я с ним не согласен, он остается моим пастором. Молитесь за пастора, молитесь за лидеров, и даже за теле проповедников. церковь, о да, никто из нас не идеален. Дело не в этом, а в том, чтобы мы работали вместе и становились более зрелыми и сильными в познании Бога. Сейчас меня смотрит один пастор. Вы очень расстроены, потому что ваша церковь не почитает вас. Продолжайте проповедовать слово, продолжайте поступать правильно, и Бог почтит вас за это. В юности мне говорили Пэри, пусть они говорят о тебе плохо, потому что однажды все они придут послушать твою проповедь. Если честно, то все именно так и происходит. Я не ищу чести ни у кого, кроме Бога. Пока у меня есть его благоволение, мне не важно, что говорят люди. Библия говорит, что Иисус рос в благоволении у Бога и у людей. Как вам получить благоволение? Почитая всех, кто вокруг вас, надеюсь, это послание вдохновило вас. Оставайтесь с нами и заказывайте наши материалы. Я усердно работал над всеми этими материалами. Они могут изменить вашу жизнь и помогут вам расти. А впереди у нас объявление. Я хочу, чтобы вы увидели мое самое востребованное и популярное учение за все время. Откровение о Вознесении. Вы получите концентрат из 1400 часов подробных исследований на тему Вознесения. Этот набор из пяти дивидий, на которых находятся 10 часов учений, откроет вам эту тайну. Мы углубимся в оба завета и будем исследовать еврейские и греческие слова, рассмотрим загадочные пророческие шаблоны и древние еврейские обычаи, раввинистические откровения, труды ранней церкви. Все для того, чтобы представить подробное объяснение пришествия Господа. Первый дивидий называется «Вознесение Откровение для апостола Павла». Узнайте, как Бог дал это откровение Павлу на горе Синай в Аравии. Вы узнаете восемь разных событий, которые произойдут во времена Вознесения. Я объясню восемь греческих слов из Нового Завета, которые описывают возвращение Христа. Второй дивиди «Пророческое время Вознесения». Приведу вам восемь примеров того, как праведные спасутся от гнева и дам подсказки, указывающие на возвращение Христа до скорби. Узнайте, как книги Откровения, 24 старца, книга с семью печатями и другие образы указывают на возвращение до скорби. Я также отвечу на множество спорных вопросов о времени возвращения Христа. Третий дивиди посвящен теме Вознесения, праздников Израиля и циклов урожая. Узнайте, как семь праздников Израиля скрывают удивительную пророческую информацию о Вознесении. Израиля раскрывают принцип Вознесения. Узнайте о девяти событиях, которые вы переживете во время возвращения Христа. Четвертый дивиди Вознесение и загадочная книга памяти. Я покажу вам из Малахии третьей главы, что ключ к Вознесению это ваше имя в книге памяти. Вы увидите, чем победитель отличается от проигравшего в контексте возвращения Христа за церковью. Вы увидите, как праздник труп связан с книгой памяти и как Вознесения создавалось в качестве особого благословения для верующего. Но это не все. У нас есть пятый дивиди Еврейская свадьба. Мы собрали сто актеров, взяли костюмы и реквизит. Они не только покажут еврейскую свадьбу, но и раскроют 14 ключей к тому, как еврейская свадьба указывает на возвращение Христа до скорби. Вы можете получить этот сборник из пяти дисков за пожертвование в 65 долларов или больше. Звоните нам по номеру, который видите на экране и просите предложение RA-137 или ищите его на нашем сайте. Вы также можете заказать его по почте, написав нам по адресу, который видите на экране. Вы многое узнаете, поэтому не откладывайте на потом, заказывайте DVD сейчас. С вами Перри Стоун, спасибо за то, что смотрите нас. Многие из вас знают, что я уходил в небольшой отпуск, но я рад записывать концовки наших программ. Вначале я хотел бы поблагодарить всех тех, кто посреди пандемии коронавируса поддерживал служение «Голос евангелизма». Я начал это служение, когда мне было 18 лет. С 18 лет я нахожусь в служении полного времени. Это 45 лет в служении. И все это время я садился в машину или в небольшой коммерческий самолет и ездил по всей Америке, проповедуя в церквях. Чаще всего я проповедовал на Востоке или Юго-Востоке. Я проповедовал сотням тысяч людей, может даже миллионам. А вот сколько людей мы охватили за 45 лет. А еще у нас есть телепрограмма. Я благодарен христианским телеканалам, благодаря которым я проповедовал во многих странах мира, в которых я никогда не мог бы побывать лично. Спасибо всем тем, кто продолжает смотреть нашу программу. Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас мы готовим... Мне нравится говорить именно мы, а не я. Я уже готовлю проповеди для нашего тура в Израиль и для программ, которые мы записываем там каждый год. Проповеди, которые Господь дает мне в этом году, сильнее и откровеннее, чем когда-либо. Я очень этому рад, когда вы можете сесть и освободить свой разум от всех забот, суеты, мнения людей, а потом соединиться с Господом, это просто удивительно. Вы получаете четкие, ясные откровения в своем духе. Поэтому я благодарен Богу, Господу Иисусу Христу и Духу Святому за то, что они дали мне быть служителем Слова. Я также благодарю всех тех, кто поддерживает наше служение своими молитвами. Если вы партнер нашего служения, то, пожалуйста, обратите внимание на сентябрьский номер нашего журнала, а особенно на статью о ситуации в моей жизни. Я хочу напомнить, что у нас в Фейсбуке есть своя страничка. Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Каждую неделю мы выпускаем очень важное видео, обычно о пророчествах. Обычно такое видео одно. Это всегда интересно и познавательно. В прошлом я много ездил и проповедовал в собраниях, где было от ста человек до нескольких тысяч человек. и это было прекрасно. Мне это очень нравилось. Но я понял, что это можно делать иначе. Полтора года назад Господь сказал мне, что пробуждение придет через камеру. И теперь я понимаю, что он имел в виду. Если вы не можете приехать на наши конференции, то конференции обязательно придут к вам, мы ценим ваши молитвы и финансовую поддержку. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу работу на благо Царства Божьего. Я благословляю вас, будьте благословенны. Перри Стон приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее. Продолжение следует...